Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Карим. В последней серии мы выполнили очевидное задание, даже парочку заданий на темные братства. И сейчас у темного братства проблемы. У меня одна проблема, у меня вот этот призрачный ассасин, который я вызвал, меня отвлекает постоянно. Короче, нам нужно найти Цицерона, он тут порезал кучу людей и повел себя в общем нехорошо. Нужно с ним как-то решить вопрос. Сейчас нам нужно поговорить с Астрид, мы в прошлой серии в конце прочитали дневник, в котором говорилось про какое-то убежище. Так, а матушка-то тут, да? Я думал, он ее с собой забрал. И я узнаю везде. Замолчи. Так, ладно. Тут, как видите, лежит пораненный ящер. А мы поговорим с Астрид. Удалось что-то найти? Вот дневник Цицерона. И что? Там написано, куда он мог сбежать? Да, заброшенное убежище в Донстаре. Мне известен пароль на вход. Убежище в Донстаре? Зачем? Ладно, неважно. Тебе пора идти. Живо. Каждая минута на счету, так что возьми моего коня. Его зовут Тенегриф. Найдешь его снаружи у пруда. Скажу лишь, что он... Один из нас. Найди Арнверна. Убедись, что он в порядке. А потом отправь этого шута в пустоту. И поруби его на много кусочков за меня. Как получится. Так, ладно. Я приняла этого кретина в свой дом. И вот чем он мне отплатил. Пойдемте, повидаем Тенегрифа. Да ты заткнешься, нет. Да шо ж такое. Тебя можно убить, нет? Я тебя сейчас зарубаю просто. Ты, блин, не замолкаешь ни на секунду. Я назову тебя, надо тебе имя пообиднее какой-нибудь. Назову тебя Акакий, понял? Теперь ты будешь Акакий. Так, ладно. Это Негриф говорить. Твою мать, я на это не сяду. Заткнись, Акакий. Так, блин, какая страшная лошадка. А, мне совсем не нравится. Ты меня не съешь. Но крутой. Опять дракон. Так, ну и ладно, че. Нам нужно пилить. Довольно далеко, надо сказать. Мы можем туда быстро переместиться, нет? Да, можем. Тенегриф это, конечно, хорошо. Но вот, блин, через всю карту скакать по новой, когда уже все там исследовано. Не особо прикольно, я бы сказал. Поэтому мы лучше воспользуемся быстрым перемещением. Вначале это имело смысл. Сейчас уже как-то больше охота на квестах. Средо твой. Че-то не че-нибудь, чуть запись не выключил. Так, ну ты, конечно же, от меня не отстанешь. Вообще, компашка такая, да? Народ тут посмотрит. Конь. Блин, смотри, опять летит. Конь с горящими глазами. Призрак. Так, че-то к нам летишь? Да, он летит сюда. Или нет? Да хрен с тобой. Ты не гриф, значит, говорить. Так, мне что плыть придется? Колебания он чувствует. Так, нам нужно... Ой, ну ладно. В ледяной водичке скупаемся. Офигенный, офигенный конь. Так, сохраняшечка. Сохраняшечка, я сказал. Хорошо. Ты кто? А, ты ее муж. Тебе, похоже. Кишки выпустили, да? Можно было догадаться, что Астрид пришлет тебя. Конечно. Я же лучший. Ты ранен. Правда, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха. Что ж, маленький шут умеет ножиком махать. Ничего не скажешь. Но не волнуйся, я тоже не промах. Где Цицерон? Куда он пошел? Вон туда. В эту дверь. Там, похоже, какое-то старое убежище. Я бы пошел за ним, но я не знаю пароля. Я знаю пароль. Я догоню Цицерона. А ты иди домой. Ладно, я тебе верю. Да и вряд ли от меня было бы много проку. Этот сморчок меня здорово порезал. Но я его тоже порвал. Почти наверняка пробил артерию. Не знаю, что ты там найдешь, но можешь просто идти по кровавому следу. Понял. Тебе ничего там, в лечении не надо никакого, что ли? Ладно, ты сам спрашиваешься. Какие-то звуки оттуда не очень хорошие идут, надо отметить. Что есть величайшие иллюзии в жизни? Бляха, муха, я забыл, что надо говорить-то. Давайте-ка мы выйдем. Так. Я забыл. Я забыл, что надо говорить. Давайте хранимся, по-моему... Что есть величайшие иллюзии в жизни? Так. По-моему, вот это? Ладно, ладно. Сейчас загрузимся и попробуем по-новому. Чего, проблема что? Что есть величайшие иллюзии в жизни? Как я мог это забыть, блин? В прошлой серии было. Невинность, брат мой. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Кровавый след. Угу, вот. Слышащий, это ты? О, я знал, что ты придешь. Пошлите лучших, чтобы сокрушить лучших! Астрид знала, что ее глупый валк не убьет хитрого цицерона! Братствие, спроси себя, ты доверяешь мудрости нашей госпожи? Так, слушай, а ты мне умные вещи, кстати говоря, говоришь. Акаки? Ты меня удивляешь. Я тоже не уверен, что резаться цицерона это будет самым правильным решением. Он все-таки хранитель святыни нашего братства. Я убью этого шута, если ты прикажешь. Но я чую колебания в пустоте. Отец ужаса не хочет этого. Разберемся. Подрезали у нас шута. Кровью хлещет. Так, вы меня атакуете, нет? По идее, я тоже темно-ассасин. Смарик сильный. Офигеть. Отселен. Хорошо. Ладно, хоть Акаки убили. Теперь маленьком в тишине побудем. Так, а что ты не берешь? Не хочешь? Ну ладно. Так, где у нас кровь? Ну тут решетка. Это очевидно неправильная дорога. Что у нас такое тут растет? Винишко. Спорченная книга. Кошелек с монетами. Отлично. Так, почаще сохраняемся. Потому что с ними, если что, вполне можно начать огребать. Так. Ай, умный, умный. Мой дом хорошо защищен. Я всегда уделял внимание деталям. Понятно? Деталям. У него вообще никого дома нет, походу. Подожди, блин. Я думал, ты Тиль. Ладно, не так уж и сложно. Многие опять в комментах напишут, что я пропускаю кучу вещей, которые лежат. Я вам просто скажу, что они мне не нужны. Уже совершенно нет никакой нужды в этих вещах. У меня, блин, 86 тысяч. Мне деньги не нужны. Мне ингредиенты, если будут нужны для чего-то, я их смогу купить. Вот такие вещи, конечно, полезны. Остальное просто... Просто нафиг не нужно совершенно. Тихо. Что-то запоздало вы как-то. Не двигайся. Я не понял. Ладно, придется резать. Придется резать. Что-то у меня как-то, блин, коряво получилось. Это надо отметить. А, ну да ладно. Почему они меня атакуют-то? Я как бы... Тоже член братства. Почему меня не признали? Признали Цицерона. Круто. Надо было сразу это сделать. Так, разнообразные мечи, булавы и прочее. Ты еще здесь? А, конечно, Цицерона он уважает способности слышащего. Но ты не можешь хоть немного помедленнее. Я уже не тот, что прежде. Эх. Нет, не могу. Так. Ну, что это там такое вырисовывается у нас? Какой-то странный портал. Портал, если кто не знает, это... Не обязательно что-то из квантовой физики. Это часто просто проходы называют порталы. Так, что, ребятушки? По-тихому не получится, я смотрю, да? Да, у меня получилось. Давайте, идите сюда. В туннельчике-то подручнее будет драться. Так. Ты что не кричишь, мать твою? Смотрите, я нажимаю кнопкой, и пофигу. Почему не работал крик? А, ну вот теперь-то ты работаешь. Ох, блин, эти баги. Так, нам похоже туда, что ли? Ага, там я проходил. Давайте-ка удостоверимся. Да, тут я был точно. Хорошо. Что это такое? Всякая фига-та. Сейчас, Сарон. Сейчас все будет. Ох, Ханадина. Тебе понравится. С самого начала в убежище этой части не было. Назовем это вынужденным расширением. Кто вынудил, спрашивается? Просто зайди, и увидишь. Я представляю, примерно. Тролль опять снежный, да? Судя по трупам барашка, именно он. Хорошо. Хорошо. Так, кровушка ведет сюда. Давайте сюда посмотрим, сходим. Слышу тролля. Так, ладно, понятно. Мне нет нужды с ним драться. Тем больше я ударов с трех, наверное, с четырех уработаю. Похоже, придется. Хотя, как знать. Посмотрим. Ну ладно. Цицерон он напал на эту шлюху острит. Но что делать несчастному дураку, когда его мать опозорена и осмеена? Конечно, слышащий понимает. Так, и мы попадаем. Куда мы попадаем? Там успокоился, нет? Испокаясь и слышь. Так, хорошо. Да. Вот тут ты притрагивался, очевидно. Вроде безопасно. Так, ну сейчас, по законам жанра... Да-да-да. И сразу, хотел сказать, вылезут. И вылезли. Блин, они как-то неудачно все стоят. Не подберешься нормально. Ну давай, ладно, раз уж и заметил меня, чё ж поделаешь. И смотри, опять не работает крик. Или я чё-то не понимаю, или я чё-то не понимаю. Ага, а теперь работает. Отлично. Чё происходит? Не совсем понимаю. Во время драк, когда он нужен, я его использовать не могу. Какая драка прекращается. Или, может, чисто с ним как-то блокируется, чтобы... Шицерон признаётся. Он думал, что слышащий уже мёртв. Эх. Может, просто забудем об этом? Что было, то было. Что скажешь? Кстати говоря, нам не надо наше... Наше оружие перезарядить. Кстати говоря, почему у меня этот меч? Так, я сам его поставил, понятно. Вот так вот. И теперь давайте посмотрим. Я сегодня опять туплю маленькой. Не отрицаю этого. Так. У тебя заряд полный, у тебя пустой. Хорошо. Иццерон понимает, что он попадает. Так, опять вышли. Ну-ка, вот сейчас я смогу сделать просто ради интереса. Ну, сейчас, пока я... Вот сейчас. Ну, надо же. А вот это сильный, по-моему. Хотя нет. Так. Если тебя это утешит, мне немного неловко из-за визары. Тупой, я сейчас просто попался под руку. Но прошу тебя, скажи, что этот неуклюжий пёс... Странноватый парень, Цицерон, но... Не знаю, сейчас посмотрим. Честно говоря, чуть неохота его убивать. Мне потому что же эти... Сброд этот из тёмного братства не сильно нравился. Вот и кончается спектакль. Занвес. Так, это что? Догматы. Тёмного братства, понятно. Я попался. Я сдаюсь. Так. Храним молчание. Да, предпочитаешь слушать, да? Конечно, конечно. Слышащий, слышит. Шутка. Смешная шутка. Нашла? Тогда послушай. Не убивай меня. Сохрани жизнь бедному Цицерону. Я напал на шлюху Астрит. О, да! Я сделаю это снова. Всё ради нашей матери. Вернись к этой самозванке. Скажи, что я мёртв. Скажи, что я задушен собственными хишками. Но соври, да! Соври! Соври и оставь меня жизнь. Ах. Честно скажу, не заинтересовал. О, бля! Делай что хоть. Довольно! Матерь! Болен. Так, кинжальчик. Вдвое больше урона. Носитель движется бесшумно. По-моему, это аналог, кстати говоря, моей брони. То есть, тут носитель движется бесшумно и тут движется бесшумно. Но эти, конечно, выглядят козырнее. Ну-ка. Тапочки такие. Ну, в этих круче. Так, дальше. Перчатки цицерона. А, перчатки цицерона. А, подожди, у меня же они заточенные. И кроме того, шанс к защите. Чего я туплю? Ладно. Оставим все как есть. Шапка, конечно, прикольная. Ну, ладно. Продадим. Все, в принципе. Вопрос решен. Если бы он меня как-то там заинтересовал, я не знаю, там, сказал бы, я тебе то-то, то-то. А так, просто я ничего благотворительностью не занимаюсь. Вот зачем мне это все? Скажите. Я понимаю, что можно продать, и цены, в принципе, неплохие. Но увидите, сколько у меня денег. Сейчас еще груз с собой таскать буду. Так, орудия пытки. Орудия. А зачем их брать? Давайте возьмем. Это у нас в разном, наверное, сейчас, да? Ну, ладно, будем носить с собой. Может, пригодится когда. Астрид там попытать. Так. Хорошо. В принципе, было не сложно. И довольно интересно. Конечно, что-то там говорили, что... Отец Ужаса, или как там его зовут, против того, чтобы я убивал Цицерона, но... Так, я думаю, для меня будет выгоднее. Мой персонаж же везде ищет личную выгоду. А сейчас нас, темное братство, должно отблагодарить. Я так думаю. Так, ты что, уже улетел? Ой, улетел, говорю, ушел. Ушел. А, ну, я думаю... Блин, дракон все летает. Что-то драконы как-то кружат, кружат. Я не знаю, раньше их поменьше, по-моему, было. Перемещаемся обратно к темному братству. Посмотрим, к чему это нас приведет. Хорошо. Ничего, успокоилась? Аарн Бьерн в безопасности. Благодарю тебя. Но что с дураком? Цицерон мертв? Да. Великолепно. Ты просто прирожденный ассасин. Знаешь что? Можешь пока оставить себе Тенегрива. Он отличный скакун, но в последнее время совсем застоялся без дела. А теперь, когда мы прибрали бардак Цицерона, самое время вернуться к насущным делам, да? Хорошо. Какое мое следующее задание? Осталось еще одно убийство, прежде чем мы ударим по императору. Тебе доводилось слышать о Гурмане? Читать его поваренную книгу? Она пользуется бешеной популярностью. Гурман будет готовить особый обед для императора. Ты убьешь его, выкрадешь его грамоту и сыграешь роль шеф-повара. Этой частью плана занимается Фестус. Он близок к тому, чтобы выяснить, кто такой этот гурман. Поговори с ним. Напоминает первый хит, надо сказать. До встречи, брат. И тебе не кашлять. Там было задание. Как сейчас помню. Отравить надо было. Супчик одного китайскому. Говорю, триад. Ну ладно, я думаю, на этом и завершим эту серию. В принципе, было прикольно. Надеюсь, вам все понравилось. Всего хорошего. Увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok